Добрый день, с вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. Начну с главных тем. Почти полтора миллиона рублей направят в Алтайском крае на оказание помощи тяжелобольным детям. Это средство благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Более 300 тысяч молодых сазанов выпустили вопь в Алтайском крае. Единственный в Сибири шахматный клуб Алтайского края переедет в новое здание. Такое решение приняло правительство региона. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заключили меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернанский Алтай». Основная цель проекта – формирование научно-образовательных консорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов, академических институтов, научных организаций и высокотехнологичных компаний в целях социально-экономического развития регионов, а также эффективного использования передовых достижений образования, науки и технологий. Идея консорциума «Вернанский» в том предложении, которое было и как мы ее осуществляем, стоит в том, чтобы нам теснее работать с регионами в своей области образования, науки, оказывать необходимую помощь. Мы можем и учиться безусловному региону. Но главная задача, мы видим консорциуме «Вернанский», чтобы были объединены и вот какие-то научные исследования, которые нужны региональные, очень многие, очень важны для страны. Также накануне нового учебного года губернатор Виктор Томенко встретился в Москве с учащейся и работающей молодежью из Алтайского края. В столице с губернатором встретились молодые люди, выпускники школ и вузов края, которые учатся и работают за пределами региона. Представители барнаульской молодежи пообщались с Виктором Томенко онлайн. Они рассказали главе региона о своих проектах социально-экономического развития края. Также на встрече в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Алтайского края и федеральной группой компании «Просвещение» в сфере развития образования. И к другим темам. Почти полтора миллиона рублей направят в Алтайском крае на оказание помощи тяжелобольным детям. Это средство благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Юные жители региона с муковисцидозом, сахарным диабетом, глухотой и другими тяжелыми заболеваниями получат необходимое медицинское обслуживание в лучших клиниках страны. К примеру, детей с сахарным диабетом направят в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии. Им установят инсулиновые помпы. Дети с нарушением слуха пройдут специальное лечение в Центре реабилитации в городе Троицке. Более 200 миллионов рублей выделено на ремонт лифтов в многоквартирных домах Барнаула, Бейска, Заринска и Рубцовска. Их заменят по программе капремонта уже в этом году. Предыдущий лифт был введен в эксплуатацию в 1995 году и, соответственно, в этом году истекает его срок эксплуатации. На нашем лифте было некомфортно ездить, поскольку в период движения кабина лифта тряслась, могла дернуться. Очень часто люди застревали и приходилось вызывать мастера. Грузоподъемность новых лифтов 400 килограммов. Подрядчики обещают жителям комфортную работу техники, плавные движения и остановки. Замена одного лифта идет около трех месяцев. Их главные преимущества – это бесшумность, лебедки более энергоэффективны. Энергопотребление в два раза меньше, чем в лифтах, которые стояли до этого. Это дизайн, у них более яркий, красочный дизайн. Потом шифр правильно установлен в кабинах лифта для слабовидящих, чтобы можно было тактильно почувствовать, на какой этаж можно уехать. Единственный в Сибири шахматный клуб Алтайского края, в котором занимаются больше тысячи спортсменов, переедет в новое здание. Такое решение приняло правительство региона. Семь лет спортсмены-шахматисты занимались в историческом здании по адресу Гоголя 42. В ноябре прошлого года его признали аварийным. Шахматисты должны были освободить помещение до 31 марта, но им разрешили задержаться. На аренду другого здания у спортсменов денег нет. Федерация обратилась во все инстанции. Игросмейстер написали открытое письмо губернатору. В итоге все это вывело с того, что активное включение Минспорта и нашей писательской обеспечительной советы привело к тому, что в лед тронулся. Совместно с правительством региона проблема со зданием теперь решена. Накануне стало известно, что краевой шахматный клуб переедет на улицу Советская. Это почти в самом центре города. Площадь нового клуба составит почти 800 квадратных метров. Это около 11 учебных классов. Вообще, наверное, хотелось бы сказать большое спасибо и нашему писателю повестительству Совета Стэль Ивана Ништань, и Министерству спорта Алтайского края активно включились, когда мы подняли проблему. Переедут шахматисты-спортсмены в начале следующего года. Новая крыша над головой позволит клубу проводить крупные шахматные турниры и приглашать к участию еще больше спортсменов. Дмитрий Дроздов, Денис Кузьменко. Новости. С 1 сентября и по 15 июня 2021 года включительно в Алтайском крае будут действовать скидки на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Льгота распространяется как на разовые, так и на абонементные билеты вида ежедневно и выходного дня. Воспользоваться ей можно будет при предъявлении справки учащегося, либо студенческого билета, или билета учащегося очной формы обучения. При этом на скорые пригородные поезда дополнительно требуется свидетельство о рождении или паспорт. Мечта, ставшая реальностью. Воспитанник Куйбышевского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Данил Колесников зачислен в президентское кадетское училище. О непростой судьбе будущего военного в материале моей коллеги. В свои 11 лет Данил Колесников уже точно решил – станет военным. Ответственности и серьезности его научила сама жизнь. Пять лет назад Данил остался без родителей. Потом его воспитывала бабушка, которая до последнего вкладывала в воспитание мальчишки все силы. В центр Данил попал два месяца назад. Здесь его встретили тепло – и ребята, и педагоги. Они добрые, всегда помогают, подсказывают какие-то нужные советы. Например, чтобы мы много в телефонах не сидели, говорят – идите, порисуйте, позанимайтесь чем-нибудь. За играми и развлечениями не забывал и о главном – своей мечте. Для поступления в Кемеровское президентское кадетское училище Данил наотлично сдал все экзамены и успешно прошел собеседование. А теперь с нетерпением ждет, когда пополнит ряды кадетов. Мне кажется, там очень красивое большое здание, казарма, много интересного, много друзей. Это его мечта, понимаете, он достиг своей мечты. Он собран, он спокоен, он уравновешен. Знаете, такое ощущение, смотришь на него, кажется, что вот, ну, это прирожденный, как будто он из семьи военных. Расставаться с друзьями и педагогами будет непросто, говорит мальчик. Но они пообещали – будут друг другу звонить. Я надеюсь, он скоро вырастет и приедет. Ну и увидимся с ним. Ну он же будет приезжать сюда на каникулы. Ну вот, будем играть с ним. Впереди новая страничка, не похожая на другие 1 сентября. Данил наденет форму и будет ставить перед собой новые цели. Анна Рашагирова, Сергей Балуев, Новости. Уже сегодня можно будет принять участие в историко-познавательном квесте «Дальневосточная победа». Он приурочен ко дню окончания Второй мировой войны. Квест можно пройти в муниципальных образованиях и городских округах до 4 сентября. Помимо этого в крае проведут диктант победы. На нем участники ответят на вопросы, связанные с историческими событиями войны, а также конкурс «Пазл победы». Фотографии с хэштегами и благодарностью жителей города могут оставить в социальных сетях. Все материалы организаторы соберут в единую картину. Напомним, уже четвертый год в крае проводят исторические квесты в рамках деятельности Всероссийского движения «Бессмертный полк». В них участвуют более 44 тысяч человек. Участники квестов, помимо игры, оказывают помощь ветеранам, детям войны и труженикам тыла. Более 300 тысяч молодых сазанов выпустили в ОПИ в Алтайском крае. Зарабление главной водной артерии Сибири необходимо, чтобы компенсировать вред, который наносят ихтиофауни предприятия региона. Ущерб водным биологическим ресурсам определили научные и рыбохозяйственные организации региона. На основании полученных данных специалисты рассчитали количество мальков, которое необходимо выпустить, чтобы восстановить потери. Рыбопосадочный материал для этих целей выращивают в специализированных питомниках. Накануне более 300 тысяч молодых сазанов выпустили в поселке Восточный. Из спецмашины по специальным лоткам сазан с потоком воды попадает в русло реки. Через год эта рыба подрастет. Зарабление рек региона будет продолжаться, пока лед не закроет реку. Фасад Свято-Георгиевской церкви в Новоалтайске украсит декоративная подсветка. Теперь территория храма будет освещена в темное время суток. По периметру церкви установили 16 современных светодиодных светильников для подсветки фасада. Освещение храма впервые будет включено уже завтра, вечером 1 сентября. Рубцовский драматический театр в ожидании встречи со зрителем. На сегодняшний день здесь завершают ремонтные работы и готовятся к премьере. Подготовка к нему началась месяц назад. Сейчас труппа переживает так называемый застольный период. Время изучения характеров персонажей и знакомства с текстом. Сейчас мы готовим по пьесе Шарля Перрон «Кот в сапогах». Это тоже будет премьера, я думаю, мы завершим где-то в сентябрь месяц. В 20-х числах мы уже готовы будем показать премьеру, вот только ли откроют нас. В здании театра сделан косметический ремонт. Приобретена новая акустическая аппаратура. На территории установлены удобные скамейки, кованые урны, изящное ограждение по периметру. К слову, до официального открытия 83-го театрального сезона рубцовчане имеют возможность увидеть спектакль для семейного просмотра «Третий лишний» в день города 12 сентября на площадке в детском парке. В Алтайском театре «Кукол сказка» завершают работу над новым спектаклем «Все мыши любят сыр». Постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Театры дети». Над спектаклем работали лауреаты национальной премии «Золотая маска», высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Режиссер Петр Васильев поставил большое количество спектаклей не только в России, но и за рубежом. Его работу оценили российские зрители, а также театралы Германии, Эстонии и Литвы. Художник Алевтина Торик, обладатель национальной премии «Орликин», фестиваля «Золотой дельфин», международного фестиваля театров «Кукол» «Петрушка Великий». Сдача спектакля «Все мыши любят сыр» состоится уже сегодня. К этому часу у меня пока все. Эфир телеканала продолжит мои коллеги. Ну а я желаю вам хорошего дня. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире на телеканале Катунь-24.